Можно следующий слайд? Аудитория нашего проекта это дети, волонтеры и люди неравнодушные проблемам животных, меценаты и потенциальные партнеры. Основные поли нашего проекта это низкий охват, низкий социальный отклик по проблеме бездомных животных, отсутствие дополнительных каналов привлечения финансовой поддержки, волонтеров, потенциальных хозяев и желающих разместить информацию о найденных животных. Собственно говоря, мы предлагаем решение проблемы, это создание информационной площадки сайта, создание плагина «Заоспас», который позволит вывести элементы для сортировки животных, а также кнопки взаимодействия с аудиторией сайта, то есть это те, кто желает помочь проекту. Хотим помочь в формате медиапредставления, видео, фотоконтента с целью повышения эмоционального восприятия и акцента на проблеме. Также хотим позаботиться о подключении современных каналов для привлечения внимания нашей общественности, аудитории. Почему это может помочь решить проблемы нашей организации? Как это может помочь? Будет больше информации об организации, соответственно, те, кому не безразличны животные, их проблемы, они могут увидеть эту информацию на сайте. Также они смогут получить какой-то эмоциональный заряд, воздействие, и мы сможем косвенно повлиять на отношение к животным различных социальных групп. Также мы сможем распространить информацию о животных, попавших в беду за счет социальных кнопок, поделиться на сайте и прочих инструментов, рассылок, пуш-уведомлений и прочих инструментов. Мы сможем поддерживать оперативную связь с аудиторией, проявившей интерес, кто хочет оказать помощь нашим животным и питомцам. Собственно говоря, хочу представить дизайн-проект нашего сайта. Это главная страница, на которой мы видим на первом экране кнопки взаимодействия с аудиторией. Те, кто хочет помочь, поддержать проект, либо разместить информацию о найденном потерявшемся животном, они могут спокойно взаимодействовать с менеджером сайта, размещать информацию о животном, либо отправлять свои контактные данные. Дальше мы видим несколько блоков с визуальным контентом. Это основные категории животных. Кошки, собаки и другие животные, которые попадают в список. Также с помощью плагина мы реализуем функционал отбора по животным. Это позволит сэкономить время на принятие решения. То есть, если кто-то захочет выбрать себе собаку, которая два года, белого окраса, человек сможет легко отфильтровать и подобрать себе животное подходящее. Следующий этап, так сказать, следующая страница – это карточка питомца. То есть, когда мы заходим в конкретного питомца, мы видим его историю, мы можем нажать кнопочку «Забрать друга» и заполнить небольшую анкету. Анкета у нас попадает менеджеру, менеджер обрабатывает заявку, связывается с человеком, проявившим интерес. Мы можем видеть других животных, которые есть на сайте. Можем посмотреть видео о животном, его историю. Можем помочь какой-то финансовой, материальной помощью. Чтобы наш проект получал быстрый отклик, мы позаботимся также о его продвижении. Основным направлением мы возьмем продвижение в социальных сетях. С новыми и современными инструментами мы сможем собирать и фильтровать аудиторию по интересам, по сообществам и по прочим параметрам. Тем самым мы будем, как сказать, показывать нашу рекламу только по потенциальной, по аудитории, у которой есть потенциальный интерес к проекту. Будем также размещать баннерную рекламу на сайтах-партнерах. Это будет что-то в виде картинки и призыва к действию. Допустим, перейти на сайт, помочь, поддержать проект. Так, сейчас. Еще объем. Еще чуть-чуть. Мы разработали концепцию портала ZOSPAS. К тестовому сайту мы подключили плагин. Лейка для сбора пожертвований. Сформирована стратегия продвижения. Создан каркас плагина, который позволяет выводить формы, создавать доски объявлений. Подключили систему взаимодействия с посетителем, чат с менеджером и подключили систему пуш-уведомлений. Масштабирование – это распространение данного плагина на другие проекты, на сайты партнеров, которые также могут его использовать на своих сайтах, что позволит пользователям сайта быстро взаимодействовать, находить нужную информацию. То есть, вот так. Все, всем спасибо. Благодарю. Вопрос такой. Собственно говоря, вопрос, наверное, к ZOSPAS самому. Насколько сайт этот действительно реально дальше, при условии, что он начнет работать, хорошо. Готовы ли вы действительно с ним работать, в плане наполнять его и соцсети, и сайт, и постоянно это делать? То есть, насколько организация сама с ресурсами, есть ли они? Человеческие. Да, у нас есть много человек, которые помогают нам с 13 лет, в приюте работает, и он взялся за такое дело, за применение сайта. Все ответственные. Поэтому мы ему надеемся. Такой ресурс для нас очень важен, потому что животных очень много не написали. Какая на данный момент у вас волонтера? Ну, волонтеры не разные. Есть волонтеры, которые делают репосты, есть волонтеры, которые привозят формат, есть волонтеры, которые левят животные дома. Поэтому если в общем деле, то их до 500, возможно, активно. Ну, прямо у камеры будет, у нас, конечно, человек 5-7. Слышите, пожалуйста. Ну, за обращение, скажите, а как вы там вход написан для плагина? Да, мы написали код, при этом мы записывали технологии Adjax, JavaScript, PHP, то есть код у нас будет зашит в плагин для WordPress. В дальнейшем будем его стараться распространять в открытом доступе как PHP код. Ну, да, уже на GitHub выложим ссылку, есть вопросы? У кого-то из у нас Влад, у нас время как? Время, а то, что если вопросов членов жюри нет, то мы переходим к следующему проекту, следующий проект комьюн. Спасибо. В сторону перелистов, в секунду я запущу инстанцию. Самая легкая. Самая легкая. Юлия, напомните, в какой момент цель мне показывает, чтобы я... Палка. Там, в принципе, не надо ему показывать. Не переделите, показываете, не надо. Я просто решила, что раз я одна... Пять минут, мне прошло. Здравствуйте, меня зовут Юлия, и мой проект это Фонсомольский комьюнити-центр Комьюнити. Комьюнити-центр создает безопасную среду для личностного роста и активизма, чтобы помочь активным комсомольчанам решить свои личностные проблемы, помогая другим людям и городу с помощью творческих средств. Наша миссия это создать безопасное пространство принятия действия, где активные комсомольчане могут самореализовываться через активистскую деятельность. Решение проблемы, их решаемые проблемы это непринятие инакости в городе, это отток творческих активных людей из города, отсутствие тесного сплоченного сообщества и актуальные для города проблемы, то есть это экология, городская среда, социум и прочее. Решение. Человек приходит в комьюнити-центр, то есть место, где ее, его принимают, то самое безопасное место. У человека есть возможность присоединиться к активизму. Творческий активизм это значит, что средства активизма это разные творческие проекты. Человек приобретает уверенность и чувство причастности, то есть когда мы помогаем другим, нам со мной становится легче. И, соответственно, дальше, когда человек вкладывает силы в свой город, в свое сообщество, он начинает его больше ценить и, соответственно, уменьшается желание сбежать куда-то из этого страшного ужасного города, каким он мне является на самом деле. Захар Катон удалось и когда я сюда шла, я вообще ноль представлений имею о технологиях и я такая думаю, окей, ладно, но я приду, мне же кто-нибудь поможет в этом же суде Катона. Ну и я пришла и вполне предсказуемо я осталась одна. И сайт меня пришлось сделать самостоятельно. И все, что вы увидите, это, наверное, в масштабе Катона очень-очень мелко, но для меня это пожел выше головы, потому что мне удалось сконструировать проект сайта, структурировать свой проект и с нуля создать сайт на конструкторе. И, соответственно, наполнить сайт контентом, в общем-то, все, что вы видите вот здесь. Дальше несколько скринов, потому что, как я сказала, я решила, что не смогу показать вам сам протокив сайта. То есть это использование нашего контента, всякие фотографии, миссии, извиняюсь, наши проекты и маленький вписанный туда образовательный блок нашей люди. И планы на будущее, так как я поняла, что создать сайт все-таки реально, даже своими силами, я планирую создавать постоянный сайт, буду искать, каким образом это делать, и хочу наполнить его именно образовательными разделами по тем проблемам, с которыми мы работаем. Соответственно, опять, как гласить текст, чтобы сайт был полезен не только для прямых участников комьюнити, но и для любого комсомольчанина, который интересуется этими вопросами. Ну и по мелочи, то есть улучшение, например, раздела расписания и работа с пожертвованием. И, по-моему, это все. Спасибо большое. Спасибо. У вас еще одна минута и плюс минута по постчатку. Я не буду поговорить. Коллега, вопрос? У меня, конечно, сразу сердце заболело на тему одиночества, да, планируется все-таки какая-то команда привлекаться к этому. Ну, как бы хотелось бы, это не мое решение, что я вот такая вся горда и не буду ни с кем сотрудничать. Как бы у нас на данный момент в команде нет именно людей, связанных с технологиями, так команда есть. Там был скрин, то есть это два взрослых и команда подростков-увантеров. Какая-то поддержка от города есть? На данный момент нет. комьюнити существует в данном формате где-то полгода и пока мы ну или не успели или не было возможности попытаться выйти на городской уровень. То есть пока это все как частная инициатива своими силами все делается. Если у жюри нет вопросов, то... У меня есть вопрос. Я вот оказался здесь уже непосредственно на самой защите и не видел, с чем вы пришли, то есть как продвигалась работа в течение двух плодотворных дней. Еще раз сформулируйте цель своего проекта. А цель проекта в смысле самого комьюнити-центра. Ну да, то есть любой проект он направлен на решение какой-то проблемы либо снижение остроты какой-то проблемы. И... ну то есть цель какая у вас у проекта? Цель это было написано на одном из первых стримов решение проблемы. Это обток молодежи из города, это решение острых социальных проблем, это сплочение комьюнити, то есть проблема соответственно разрозненность комсомольского сообщества и непринятие инакости в городе. Ну и как вы оцените, что проект выполнен? Ну то есть вот смотрите, у вас есть проблема и в конечном итоге должна... Давайте без микрофона поговорить. У вас есть проблема и в конечном итоге благодаря вашему проекту эта проблема должна быть решена либо ее острота должна быть снижена. И в течение проекта вы делаете определенные... Выполняете определенные задачи, которые будут этому способствовать. Вот что в вашем проекте, какие задачи выполняются, чтобы эти цели выполнить, которые вы изначально озвучили. И второй вопрос, если в первом проекте мне была понятна необходимость сайта, и то есть там действительно была интересная задумка, что сделать на сайте именно такой маркет, где можно выбрать животных, подобрать себе домашнего питомца, то здесь для каких целей будет сайт или обосновать это? Я, наверное, начну со второго вопроса. Для каких целей в принципе компаниям нужен сайт? Я думаю, у нас все то же самое. То есть сайт это наша визитка в сети, сайт это место, где в дальнейшем планируется некий информационный портал. О том, о чем я опять говорю. Ну, информационный портал, что там будет размещаться, какая там информация, почему именно сайт? Почему И по нашим актуальным вопросам в соцсетях у нас ведется та же самая активная деятельность. Здесь уже, мне кажется, вопрос почти философского характера, нужен ли нам сайт или не нужен ли нам сайт. Ну вот, зачем вам сайт? Я только что сказала, я вряд ли смогу вам ответить более как-то подробно или развернуто. Отвечая на первый вопрос, если я правильно вас поняла, что именно как мы оцениваем повышение уровня принятия инакости, например. В презентации я сфокусировалась именно на самом сайте, потому что это была наша задача, то есть что мы сделали за эти два дня. И как бы как это все в реале будет оцениваться, я думаю, по... Ну вот, в целях было снизить отток из города, там, какие еще цели были там? Большее принятие инакости для решения городских проблем. То есть вот как сайт повлиял на решение? Ну, соответственно, как любой сайт повлияет на любое решение, больше людей знает о проблеме, больше людей вовлекается в решение этой проблемы, проблема решается более активно, более продуктивно. Наверное, это вот максимум, что я смогу вам сказать. Хорошо, спасибо. Все, да? Спасибо. Монород. Юлия, можно еще один вопрос? Все-таки по поводу победы или 60 тысяч в случае победы, действительно необходимо ли делать работу над проектом? Если честно, я не знаю. То есть, возвращаясь к тому, что было, я не понимаю в технологиях и для меня вот это вот, это, ну, пока потолок. Да? То есть, здесь уже, то есть, без общения со специалистами, без какой-то помощи извне, мне очень сложно сказать, куда это все может двинуться дальше. То есть, здесь я ограничена своими ресурсами, То есть, что я могла, я вам показала и сделала. Сайт, как бы, он наполнен, он, в принципе, на мой взгляд, хорошо. все. Спасибо. Ирина, проект Божьей коровки. Представляю наш проект «Социальный приют Божьей коровки» и нашу многочисленную команду, которая так или иначе участвовала в этом проекте. Это Антон Сео, это Алексей, специалист по брендированию, это Ольга Корчевская, журналист, это Влад, руководитель веб-студии «Браво» и я, Юношевская Ирина, создатель проекта единственного, уникального, не имеющего аналогов на Дальнем Востоке и в России, проекта «Социальный приют Божьей коровки». Проект помогает бездомным, женщинам, инвалидам найти свой кровь и восстановиться физически, эмоционально и духовно. Одним из решений проблемы бездомности может быть создание сайта с аналогичным названием. Отличие нашего проекта – открытость, мобильность, опыт. В чем состоит острота проекта? О женщинах-инвалидах, оставшихся на улице, на сегодняшний день очень мало кто знает. Поэтому эти женщины чаще всего гибнут не от холода и голода, они гибнут от человеческого невнимания. Отсюда цель проекта создание сайта, вывести проблему из тени, привлечь неравнодушных людей в качестве спонсоров, жертвователей, волонтеров. Это физические и юридические лица. Какое будет оказано воздействие проекта на потребителей? Единственное, что я вижу, это создать повод через сайт к действию на целевую аудиторию. Какой мы ожидаем эффект от проекта? Во-первых, увеличить узнаваемость самой проблемы. Второе, создать площадку для обмена идеями по оказанию помощи воспитанницам приюта. Увеличить число волонтеров, увеличить число жертвователей и спонсоров. показ прототипа, пожалуйста, можно там пощелкать. Значит, показ прототипа. Что у нас получилось в результате? То есть, идея проекта, посмотрите, светлая, темная сторона с одной стороны будет, то есть, в черно-белых тонах. Вторая, это яркие краски, как идея новой жизни этих женщин. мы создали необходимые закладки о приюте. Можно? Ну, то есть, вот, если мы будем листать, то мы увидим о приюте, история цели задачи, сами подопечные, то есть, множество различных историй тех женщин, которые проходят через приют. Волонтеры, то есть, истории о самих волонтерах. Далее, информация, рассказываем последние новости, отвечаем на вопросы. Люди будут знать о том, что происходит в нашем приюте. Ну, и, соответственно, контакты, форма обратной связи. Это те странички, та страница, которую мы создали, и те закладки, о которых я говорю. Что, чему удалось добиться, это простоты в управлении, переход на другие социальные сети, создали анкету для спонсоров, где они могут заполнять свои данные, и мы уже будем отбирать тех, кто может реально нам помочь. Кнопка для денежных спонсоров и кнопка для натуральной помощи. За Хакатон нам удалось создать идею сайта, определить фирменный стиль, создать модель масштабирования сайта для подобных организаций, понять принцип монетизации и его внедрения. Планы на будущее. Заинтересовать через сайт проблемы бездомных женщин-инвалидов более широкую аудиторию, создать площадку для обсуждения насущных проблем бездомности, мотивировать второе заинтересованных, создавать подобные приюты в своих населенных пунктах под маркой Божьих коровок, делиться замотивированными своим опытом и создавать сайты на общей платформе сайта, допустим, Божьей коровки Комсомольск, Божьей коровки Хабаровск, Москва, Анапа. И за счет дополнительного финансирования, которое будет действовать сайт, расширять свои собственные возможности. сайта, сайта, сайта. АПЛОДИСМЕНТОМОЙ Вопрос еще на жюри, а ты минута? Я правильно понимаю, что прототипа самого сайта еще нет? То есть вы не начали, не сделали ничего на конструкторе, пока есть только дизайн? Дизайн и вот странички, которые мы показали, это уже реальная работа, то есть первые закладки сайта. Дело в том, что конструктор использовать в этом случае не получится, потому что очень много времени тогда уйдет на то, чтобы сайтом заниматься, а не останется времени непосредственно на работу. Мы поэтому предложили техническое решение делать сайт на CMS и его как можно более автоматизировать, чтобы можно было любому человеку этим сайтом управлять и впоследствии если сайт будет в других городах управляться, чтобы люди также могли им легко взаимодействовать, управлять с конструктором не получилось. Поэтому основной вопрос про значение готовности. То есть что у вас сейчас готов? Вот мы видели на презентации собственно прототип-дизайна. Есть ли что-то в коде? Да, у нас есть дизайн сайта, есть фреймворк, по которому будет верстка происходить, ну и есть часть страниц именно в плане верстки по коду пока еще не совместили все, хотя у нас есть прототипы вообще в принципе вот этих каталогов, которые будут на сайте и использоваться, их можно адаптировать. Просто что-то в вебе уже сейчас можно посмотреть? Сейчас нет. Сколько денег на наработку вам будет? Ну мы постарались вложиться в текущий бюджет, я думаю там даже меньше чем 60 тысяч, что касается времени тоже по оценке, мы его в готовом виде сможем запустить через месяц у меня такой вопрос вот смотрите проблема в вашем проекте довольно понятна, то есть это и задача вашего проекта социальная реабилитация женщин оказавшихся в трудной ситуации и так далее какая основная целевая аудитория вашего сайта? То есть это ну то есть как я понимаю это не эти женщины соответственно вы на сайте привлекаете внимание просто неравнодушных допустим я неравнодушный я заглянул на ваш сайт дальше вот какое взаимодействие планируется? Ну вы там увидите вы найдете ответы на любые вопросы которые могут у вас возникнуть вы поймете на что будут тратиться деньги если вы захотите деньгами помочь вы поймете как вам поступить если вы захотите помочь не деньгами а что-то сделать для фонда будете четко видеть кому именно ваша помощь предназначена и будете видеть результат своей деятельности хорошо а вот сейчас уже существует у вас этот приют он уже действует или это? то есть он уже действует в Комсомольске на Амуре? более двух лет официально он открыт можете всех желающих приглашаем московский все хорошо спасибо спасибо все время ими предложу следующий проект карта городских инициатив подготовиться благодаря перезинок восток 5 минут ваши добрый день я на самом деле очень сильно нервничаю меня зовут Эрик вообще дело в том что я нервничаю потому что проекты действительно очень сильно социально значимы а это по большей части для нас было просто интересной задачей поэтому я расскажу вам и постараюсь мне занять очень много времени наша идея это карта городских инициатив это сайт который разработал по большей части вот этот человек по имени Роман идея довольно простая то есть люди у которых есть идеи либо они организуют некоторые мероприятия либо они хотят поучаствовать в них это могут быть волонтерские движения это могут быть получается просто события открытые и городские инициативы и собственно за Хакатон мы успели создать этот сайт в приложении и разработать его концепцию насколько это было возможно наша целевая аудитория это инициативные люди которым нужна площадка для организации взаимопомощи основная идея именно то есть сыты в решении мне просто понравился этот инструмент идея состоит в том что это будет удобный интерфейс карты на которой вы можете посмотреть где конкретно в городе будут происходить события в ближайшее время узнать о них более подробную информацию почитать получается и присоединиться как-то так а либо вы можете быть человеком который организует такое мероприятие и как следствие как следствие присоединиться а смотрите ради того сейчас я покажу на примере это вот это очень за пару дней разработанный сайт которого мы не видим сейчас мы попробуем создать заявку например я хочу создать мероприятие меня зовут Эрик и мне нужно организовать лихторию мне нужна помощь руки получать инициативные волонтеры которые я оставляю свой номер нажимаю отправить и в итоге получается это сообщение приходит администратору сайта администратор обрабатывает связывается со мной и формирует событие да таким образом вот сейчас это администратор сайта через который администратор узнает обо мне о моей заявке и и формирует вот событие оно будет отображаться на карте которую самое главное показать да в общем довольно простая задумка но по-моему это довольно удобно и ну то есть вы видите буквально событие в городе на карте это очень здорово и на мой взгляд это позволит видеть то что не все застоялось и типа есть инициативные проекты люди которые этим занимаются вот например проект Виктория да вот так вот выглядит это набросок сайта и вот она карта собственно попробуйте нажать на Викторию можно узнать подробнее пускай у вас еще 1-2 минуты вот собственно примерно так это и будет выглядеть далее можно на главной подать заявку и вам будет приходить рассылка о всех обновлениях всех событиях которые будут происходить дальше это можно доработать и сделать так чтобы вы подписывали только на какие-то конкретные события и ключевую информацию вам будет сообщаться через фото ВКонтакте вот дальше я думаю можно перейти к вопросам пожалуйста вопрос тем же минуты и еще минуты сверху самый важный вопрос кто же этот самый длин который будет это все делать реально ли это все реально ли это работа кто будет фильтровать хотите помочь и при этом не соединяйтесь всегда будете в курсе событий непонятно все-таки для кого этот сайт для тех кто хочет что-то делать создавать коммерческий неконеческий сайт создается при стадистике волонтерского центра Кусомольск на Амуре его руководитель Олег Орлов он сейчас просто подъезд не может присутствовать и эта организация будет как раз курировать этот сайт 200 человек которые там уже участник этой организации это первые потенциальные пользователи которые будут подписаны на бота и то есть видите рассылку и принимать участие в событиях на которые требуется получит скажите пожалуйста уже мы посмотрели да можно добавлять объекты объекты отображаются на карте а уведомления во ВКонтакте приходят или пока это только кнопка просто ну буквально полчаса мне не хватило а так он ему нужно написать очень жалко что не хватило а там просто ВКонтакте в 13 похожих по смыслу сервисов достаточно много теории практики таймпап да все они как правило выглядят так что человек который хочет создать события он сам все создает он не посылает никакому админу админ собственно либо обрубит либо нет зачем так трудоемко с точки зрения админа у меня было больше времени чем два дня просто я его один делал то есть вы видите дизайн у меня проблемы с дизайнером все равно мы не нужны дизайнера да ну в общем а логическим вопросом это вопрос больше идеологический к подходу к вашему зачем делать так трудоемко а не к самой технике выполнения сайта вот собственно систему с админом мы создали потому что ну то есть чтобы фильтровать контент который будет наполняться чтобы оно было меньше шансов того что это превратится в какой нибудь ну помойку из в смысле на некоторых веб-приятиях возможно не нужно я боюсь что админ превратится в помойку через три дня да это вполне да там есть на чем другое друзья я пожалуй всем задаю один вопрос чтобы видеть четко выполняет ли этот сайт все ваши цели которые вы поставили перед проектом и чтобы можно было оценить эффективность вообще вашего проекта давайте еще раз основная проблема на которую направлено на решение которое направлен в ваш проект и конечный итог и мы посмотрим решает это или не решает основная проблема я на вступительных презентаций заметил все просили нам нужен сайт информировать нам нужен сайт для создания для собрания волонтеров то есть практически все организации об этом сказали им нужны волонтеры то есть мне кажется в этом проблема появилась что есть и деньги у людей есть организации которые хотят что-то сделать но у них нет ресурсов или знаний ну то есть изначально мне показалось что карта городских инициатив там это нужно ну то есть целевая аудитория будет просто люди которые так туда сходить открывает карту там посмотрел здесь такое-то мероприятие здесь такое-то здесь такое-то здесь у вас не на это как я понимаю направлено здесь чисто на поиск волонтеров ну там в основном на поиск людей которые хотят помочь друзья ну просто есть сайт добровольцы россии точка рэм где точно такая же история где там организация проходит верификацию подает события и волонтеры могут туда прийти тоже заинвестированные это прям вот единая платформа федеральная на которой действительно это работает прям вот очень похожая я думала что да это история про комсомольск про события здесь что я могу куда-то пойти если история про волонтеров но это дубляж не мешает подать заявку то есть просто любое событие если админ читает нужен нет надо понять зачем мы его сделали если мы его сделали все-таки волонтеров искать то тогда есть другой сайт который уже существует можно он решает эту проблему а если мы его сделали чтобы события подавать то тогда надо так и говорить ну непонятно основу у него социально направлены причем у него добровольцы короткие вопросы короткие ответы если нет вопросов тогда спасибо я приглашаю благодаря всем фондам постов и готовиться к револайзу так можно так всем здравствуйте я тоже немного волнуюсь но ладно попробую рассказать спасибо нет нет спасибо яаю Еще раз добрый вечер, коллеги, рад всех приветствовать в Хакатоне. Меня зовут Евгений, я представляю Евгений Тимпоинт, и наш подопечный, с кем мы работаем, это Владимир фонд Восток. Мой проект, точнее, мой проект РСАЙ, Владимир фонда Востока, дает фонду возможность представления и оказания помощи жителям города Комсомольска. Так, существует информационная проблема, малое количество людей знает о проектах и деятельности фонда. В следствии, не все желающие могут помочь как и делом, так и материально это сделать. Чуть ниже, можно опустить. Вот, точнее, наше решение. То есть мы разработали веб-сайт, при разработке сайта мы делали упор на прозрачности и максимальное удобство для пользователя. Поскольку целевая аудитория, я чуть проще про это расскажу, и про это, чтобы было понятно для всех максимально. Поэтому, к сожалению, в данном момент малое количество людей знает о возможности нашего фонда, в частности фонда Владимир фонд Восток. А в частности в том, что в нашем фоне существует проект, через который люди могут получить помощь в конструкционные услуги по направлению деятельности фонда. Сайт призван решить проблему, отсутствие информации об этом, а также дать возможность неравнодушным людям оказать поддержку и помощь в проекте. Вот, то есть мы сделали также упор, ну, наша целевая аудитория, это мужчины и женщины от 14 лет и старше, неравнодушным проблемам города, готовы участвовать в проектах фонда. После запуска проекта планируется привлечение новых неравнодушных людей, увеличение узнаваемости фонда в городе, увеличение количества различной помощи. А также, чуть ниже, можно опустить. Можно, пожалуйста, это. У нас готова главная страница сайта. Как вы видите, вот есть слайд, который показывает о том, что он погружается. Вот тут есть такие тексты, мы креативили очень долго писали тексты, которые максимально дают понять людям, что есть проблема в городе, как самостоятельно. Также вот есть программы фонда, которые, ну, Екатерина расскажет еще подробнее, если есть вопросы по этому поводу. Чуть ниже попрошу. Ну, и мы решили сделать, немножко нужно допиливать все, но мы решили сделать максимально показать людям, сколько, что проект сделает, насколько эффективна работа. Также планируются отчеты, то есть будут на сайте отчеты показаны, что люди сделали, как они сделали, сколько потратили денег, если таковые имеются. Вот, и также есть, ну, все обязательно будет допиливаться. А также вот есть складки для участия волонтеров. То есть волонтеры могут написать, есть анкета для волонтеров. Также будут новости создаваться для того, чтобы выполнить статей. Ну, это важно очень, на самом деле, чтобы не только сайт жил, так и человек писал об этом, что есть проблемы в городе. Вот, поэтому, так. Ну, в принципе, у меня все. На самом деле, вопросы, если есть, задавайте. Если есть вопросы по поводу фонда, можно дать их в Катерине, если есть по поводу разработки и по поводу дальнейшего проекта, то сдавать можете мне. Также мы решили, независимо выиграем ли фонд или нет. Если выиграем фонд, мы решили дать деньги все в отель фонду Восток. Вот, что касается, мы будем продавать делать бесплатный сайт, в принципе, и продавать его, и работать с ним до последнего. То есть, пока... Вопросы, пожалуйста. Две минуты у вас осталось, плюс одна минута уже на жюри. Екатерина, может, что-то добавить? Вы можете что-нибудь добавить по программам, если... Ну, просто хочу. На самом деле, очень много программ, в которых можно участвовать. У нас проблема в том, что люди не могут узнать о том, где они могут участвовать. Есть и характер собрать деньги просто, есть и покормить голодных, есть... Одна, я в презентации говорила, что один из людей, он просто узнал из новостей, приехал, говорит, я хочу помочь. То есть, я узнал о том, что вот по телевизору показывали, что вы кормите, хочу вам помочь. То есть, и сайт, он решил бы проблемы тех, кто хотел бы помочь, и тех, кто мог бы не только деньгами, но и стать волонтером, принять участие в программе какой-то. Ну, и дальше консультационная помощь. У нас есть другая программа, которая направлена на подростков, на детей, на молодежь, и она связана с предотвращением паркуртов. То есть, ребенок, ну, как подросток, может позвонить, и добиться консультации с человеком, который объяснит ему, расскажет все. А также с родителями, консультации с родителями, которые могут пообщаться со специалистом, так сказать, как же мне с этим подростком общаться. Ну, вот, сайт решает многие проблемы. Да, 30 минут, спасибо. Спасибо за 30 минут. Также, на самом деле, разработан сайт на CMS WordPress. Это позволит Екатерине также сайт наполнять самостоятельно, то есть, если таки, чтобы человек смог это делать самостоятельно. Также у нас есть премию дима, в которой мы, естественно, лицензию оплатили, разумеется, все. Все в рамках легального, все в рамках лицензии, то есть, у нас куплена лицензия на этот продукт, на эти условия. Вот, поэтому, собственно, вот, спасибо. Да, платежная система, что-то, что там прикручено. Да, смотрите, забыл про это сказать. Важно, очень важно, мы на сайте, то есть, весь упор на сайте для того, чтобы могли собирать какие-то пожертвования. Также у нас есть анкета, то есть, может помочь как и делами, так и деньгами. То есть, будет проходить, и мы планируем сделать интеграцию. Будет интеграция, мы не знаем, будет Тарик Вейка, будет или Яндекс Касса. Если есть Яндекс Касса для Яндекс Касса, поскольку мы с ней работали с Яндекс Кассой, и она нам проще. То есть, вся интеграция будет проходить намного проще. С Лейхой я не знаком, на самом деле, ну, я вот буквально, там, у меня было 20 минут на знакомство. Поэтому мы решили, что посмотрим. Но интеграция будет происходить точно. Нет смысла, наверное, для этого сайта тогда. Вот, поэтому, вот. Еще вопросы? Спасибо. Вот, у нас время. Короткий вопрос, короткий ответ. А на чем написан сайт? На CMS WordPress. А, на WordPress? Да. А шаблон готовый? Шаблон готовый, но он как? Шаблон не готовый, то есть, была отдельная лицензия на шаблон, который, в принципе, мы составляли сами. То есть, ну, на самом деле, для того, чтобы было удобно. То есть, если мы разобрали для себя, разумеется, мы писали у вас нуля этот шаблон, поскольку у нас человек, который в этом совершенно не разбирается. Это важно, чтобы человек понимал, как это нужно сделать. Также мы, ну, обучим обязательно по рекоптируем сайту. Спасибо большое. Спасибо. Проект Древо Лайк. И дальше готовится Роман Наденцев. Проект Древо Чайка. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Чайка. Вы можете... Алло. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Чайка. Мой проект называется Древо Жизни. Ну, в жизни пишется очень долго в английском, поэтому Древо Лайк. Мой проект направлен на благотворительную деятельность, а также работу с родителями, которые озабочены нравственным здоровьем ребенка своего, гармоничным его развитием. Решает проблему знакомства и понимания глубины богатства своей культуры, а также культуры вообще народов приобудия нашего края. И мы это делаем через мастер-классы. Мастер-классы — это направление. И за эти два дня мы пришли сюда с задачей не просто заработать, ну, получить 60 тысяч, да, а придумать самим, как можно монетизировать свою деятельность. И для того, чтобы наша благотворительность работала, мы приходим в приюты, детские дома с мастер-классом для детей благотворительными. А нам нужно как-то поддержать себя финансово. Для этого мы придумали систему, страницу ВКонтакте, ну, не придумали, зарегистрировали страницу сообщества ВКонтакте, где можно посмотреть мастер-классы, предлагаемые на Google-форме. Также там можно выбрать мероприятие в будущем, выбрать какое-то изделие, которое вы можете купить, познакомить с информацией. Если заинтересованный родитель может записать своего ребенка на мастер-класс, таким образом мы узнаем о нем, что есть такая востребованность в этой деятельности, и свяжемся с ним. На планах заходу нам удалось создать эту интернет-страницу ВКонтакте, и также разработать Google-форму анкетирования родителей, которые могли бы зарегистрироваться во ребенка для мастер-класса. Планы на будущее у нас большие, то есть в будущем, возможно, хотелось бы присоединиться к другим сообществам, в волонтерском деятельности, в городской, чтобы совместно работать, превращать волонтеров городских к нашей деятельности, чтобы мы не обслуживали не только дом, один приют или дом ребенка, но и другие дома. А также для того, чтобы развить свой эко-турист в городе с целью привлечения туристов и своего населения на мастер-классы и знакомство с культурой народов Преамурия и своей культурой. Все, спасибо. У нас еще две минуты, и минуты вопросов. Коллеги, вопросы? Пожалуйста, здесь есть кнопочка еще не только поучаствовать, но и нажать кнопку записаться. Здесь фотографии, мастер-классы, страница ВКонтакте. Мы решили, что у нас нецелесообразно заводить отдельную страницу, как бы она требует обслуживания, финансирования и так далее. Страница ВКонтакте и Google Форма – это то, на чем мы сегодня ограничились. Возможно, в будущем мы присоединемся к какому-то молодежному движению городскому, на общей базе будем участвовать, либо дойдем до финансирования такого развития своей группы, что будем самостоятельно развивать сайт свой. Она попала на будущем. А на работу чего тогда нужны 60 тысяч? На, сейчас прочитаю, сейл-оптимизацию и продвижение проекта для вашей группы. Все нашли. Коллеги, может быть, тогда у других есть участники вопроса, если уже или нет? Ну, если нет, тогда, наверное, большое спасибо. Привет, меня зовут Роман. Я вчера много, наверное, много сказал всем. Я занимаюсь распределенными технологиями, дружками сети, разработчиками. Сейчас я делаю классную форму к экономике, специальный проект, чтобы люди могли технизировать собственные активы. То есть, кто-то в практике туда существует. В общем, проценная проблема – токенизация. Наполнение гиблидности проекта. То есть, как мы хотим привлечь ресурс под любую цель, например, фандрайзинг проводим, или собираем книжки для решения проблем. Собственно, токенизация позволяет. Это распределенный технолог блокчейн. Когда мы можем привлекать ресурсы, и финансовые, и не финансовые, и активы различные. Я сейчас делаю протокол различный, то есть, как определять меру стоимости этих активов, чтобы у нас люди, которые не понимают, допустим, про финансовые активы, они знают, что стоимость, например, прогрузится из-за спроса, ну, в свободную минуту. И делаю интеграцию для проекта, чтобы люди могли легко организации встраивать эти токены в собственные проекты, на собственный сайт, либо в ВК в виде вайт-клиентов. Вообще, за два дня там сделал вайт-клиент, вот сейчас 1200 блоков сгенерировали уже. У нас, сейчас покажу, я просто проведу тестовую транзакцию, чтобы люди знали. Да, переведите. Так, переведите, переведите. Есть сайт AmorCost, на нем я там вайт-клиент выгрузил, я не буду показывать сайт, основная нагрузка лежит на... в ВНП-клиенте, в технической акции проходят и получают нефтурегистрацию. Вот у нас есть несколько токенов, мы сегодня имитировали планет тайгу, то есть, они могут проводить полную экскурсию в РЕС, там, из-за токены, ну, допустим, собирает мусор по городу, эти токены можно обменивать, это независимая инфраструктура, позволяет экономику локального я буду действовать. Я сейчас переведу транзакцию, проведу, здесь можно будет обмен производить внутри платформы, допустим, Лед Мира у нас есть, и мы меняем его на планет тайгу, сейчас у нас есть планет тайгу, сейчас я проведу транзакцию здесь, а, ничего не хочет, ладно, на гитлере выведу. Вторая часть, это интеграция WordPress, это WordPress, обычный шаблонный сайт, куда можно плагин интегрировать, и с помощью токенов оплатить, допустим, покупку саженцев, для того, чтобы купить их где-то. Это обычный WordPress, и сейчас, секунду, да, там быстро нужно и денежки поставить. Сейчас мы сделаем, самое главное, то, что у людей, у бизнесов есть свои сайты, но они не знают, как, допустим, привлечь ресурсы. Они могут либо шлюзы подключать платежную, надо организацию сделать, либо, и вот сейчас транзакцию плачу, прям с телефона здесь. То есть, это внутри клиента все можно делать. Но нужно распределять сеть, я вчера пинтервандер загрузил еще один узел, но нужно локально делать, в Монсомольске, чтобы у нас независимая инфраструктура была, потому что у нас интернет, ну, есть пакет, то есть, нужно, за границей это делать. В Монсомольске у нас один узел, здесь сейчас развёртся второй, на центре этого счета. Да, сейчас я сканирую. Это просто оплата не рублями, а напрямую активами токенами. И вот мы сейчас с коньятой тайгой договорились, и в следующем году у меня саженцы веб-зойдут, то люди, которые входят в тайгой. Ряд, ну что такое? Да, фокус. Все, сделано. Так, ведут пункт-клод сейчас. Этот платежный шлюз не связан ни с ИЗО, ни с мастер-класс, это оплата токенами, которые проект сам инфинитирует. То есть, я выкидаю средства, например, благотворительной организации, она проводит эмиссию собственных активов, останавливать стоимость, сейчас пройдет транспорция, автоматически должна сделка произойти, и мне придет уведомление, что покупка совершена. То есть, люди выполнили условия, например, акции, участвовав в волонтерской деятельности, получили заполнение токены, воспользовались ими, например, у партнеров есть смешком надо здесь, они сейчас и игры, сейчас мы тоже провели, есть камера фурок, то есть, как мастер-класс, там, поли-тайгас, заводит курина, тоже может, если собрать здесь мешков мусора, пошли по входу, с вами. Эмин, транзакция прошла просто, у нас интернет плохо работает здесь. А эмиссия, она же не квотирована, она же зависит от чего-то, от каких-то... Эмиссия, я установил, повторю, тысячи, а, киналку монетам, может, и весь этот токенов стоит. Транзакция, 0,0,0, да, в балансе есть, я на сайте выгрузил спецификацию, сколько транзакций, сколько выпуск, до выпуск токенов, ну, и так далее. Однаменатый вопрос, это локальная сеть, это независимая инфраструктура, не от... Можно, я тогда начну, скажите, пожалуйста, что из этого уже было дело от того, потому что здесь явно есть какая-то часть, которая была готова до этого. Я 20-го числа начал рефакторинг делать, 500 тысяч точек отреаткировал, но на Хакатоне здесь я кастомизировал клиент, ну, типа, интегрировал там... Можно тут показать? Можно вот этот куком вообще на Амуре сказать? Можно не все... Что было нового? Потому что, насколько я понимаю... Это проекты, демки проектов, ну, вот есть балансы сейчас, здесь можно карту интегрировать, и РСКОПИА вытягивать координаты тех бизнесов, ну, или организаций, которые используют свои токены. И вот это новое файло. И анкеринг, да. И шлюз, еще интегрируем. Вот раз шлюз, под кастерные токены на своей кастерной системе. А есть какой-то способ конвертировать, есть какой-то способ конвертировать реальные деньги в токены? Если фиак, ну, именно наличность нужна, то нужно будет создавать систему D2F, D2F ее... Я имею в виду наоборот. Если, допустим, организация находит какого-то спонсора, который готов инвестировать деньги именно в это. Вот, собственно, можно презентацию открыть? Крепс-фунду. Сейчас у меня стоит задача, здесь, в инкубаторе, можно юрлицо открыть, и мы проведем организацию, установим оператора цифровых финансовых активов, чтобы превращать финансовый капитал в цифровой капитал. То есть, для того, чтобы ввести официально, легально, в правом поле, где мы сейчас находимся, деньги и наличные, на баланс организации, чтобы можно было пикенизировать, нам нужно учредить в инкубаторе. У меня дает 50-е в Сколково и в Иннополисе, то есть, там можно учредить. Если здесь мы сделаем, то это будет прецедент на Россию. Ну, типа, это... Вообще нету цифровки рубля, без рубля, только на бюджарах есть, либо централизованный момент. То есть, когда у нас централизованный имитент есть, это банк, соответственно. Сейчас нужно будет эту проблему решить, отойти от банковской транзакции в зависимости, когда мы будем блокировать часа, прозрачность не нет, то есть, организация... Короткий вопрос, короткий ответ. Хорошо. Не попробуйте. Я не знаю. Здравствуйте. Большое спасибо. Проблема, как у меня, у нас есть мальчик. Я провел контакт, просто, видимо, у меня основа не подкружается. Ама, спасибо. Проект «До невосточной силы Кирославии» готовится к планету Тайга. Спасибо. Они на вас децентрализованы, только если вы бессендарь свой нос и собственное установлено. Вечер, добрый, друзья. По крайнейшему, я представлюсь. Меня зовут Ярослав Напастников, я представляю некоммерческий интернет-проект интернет-радио Рады Музыки, и в рамках которого существует проект «Дальневосточный звук», который ратирует на город, на весь регион, на весь мир, в частности, музыкантов Дальнего Востока. Проект направлен на популяризацию музыки исполнителей города Комсомольска и Дальневосточного региона. Следующие слайки, дайте, пожалуйста. Сегодня в сети интернет отсутствует единая информационная база, то есть, есть масса сайтов, есть, там, не знаю, металл, хабы всякие и так далее, но не представлено нигде конкретно в единой базе информационных музыкантов Дальневосточного региона. Подобная площадка, мне кажется, могла бы позволить упростить популяризацию музыкальной культуры, объединить как музыкантов, ну и, соответственно, исследователей музыкального творчества, библиографов. Я не думаю, что у нас никто не пишет о наших Дальневосточных группах, но, естественно, сплотит как-то слушателей. Конечный пользователь такого информационного ресурса сможет без труда найти актуальную на сегодняшний день информацию, потому что большинство информации, либо вот будет пример, который мы разрабатывали, о группе «Водкер» и «Хабаровская». Их открываешь официальный сайт, там все нечитаемо, то есть невозможно найти информацию. Следующий слайд. Таким образом, необходимо создать постоянно обновляемый интернет-ресурс с актуальной информацией по принципу Википедии, то есть любой человек туда может зайти, отредактировать материал, в том числе и сам музыкант про себя, если какую-то ошибку кто-то допустил. Такой портал будет ориентирован на музыкантов, музыковедов, библиографов и конечных потребителей и творческого продукта, то бишь музыки. Он будет популяризировать творчество исполнителей города и региона, может стать площадкой для обмена опытом, как уже говорилось в начальной презентации. Это может быть каталог репетиционных точек, каталог различного рода гастрольных площадок с их стоимостью и так далее. Это могут быть объявления о поиске какого-то сессионного музыканта в группу. Ну и четвертый, давайте свои. При работе на Хакатоне наш IT-специалист Андрей Абрамов. Мы тоже отстали без ментора. Мы сами по себе работали. Вот мы успели развернуть движок в медиамике и мы смогли создать тестовые страницы. Можно пощелкать, там браузер открыто. Как это выглядит? Сейчас я открою? Продолжайте. Ну, в общем, все работает, но работает недостаточно так, как нам бы хотелось. Движок не поддерживает естественных объявлений никакого невозможно здесь сделать. У нас, к сожалению, не встал плагерь, который позволял бы отбивать вот эту шапочку с группой и так далее. Все пошло в общем не так. Ну, как бы все работает, но это неудобно читаем, потому что нажмите, пожалуйста, совсем на последнюю ссылочку Alex Viper, да. Вот совсем внизу прочие материалы интервью группы Alex Viper с Хабаровской брала, должна открыться. то есть, представляете, вот это журналистский материал, который на базе Википедии естественно глаз сломаешь читать. Поэтому в результате работы мы поняли, что данный программный продукт, данный программный комплекс нам совершенно не подходит для выполнения задуманных функций. Все, можно закрыть, вернуться к презентации. Ну и мы надеемся, что при должном финансировании либо наш Андрей уже в движках разбирается, что-то скачал, что-то сказал, будет экспериментировать и при помощи возможно менторов-специалистов мы сможем своими силами создать нечто подобное, какой-то Вики-движок, естественно, с наличием интуитивно понятного для простого пользователя интервейса, потому что отправить Википедию, как я понял, кто-то еще геморрой, чтобы там был какой-то визуальный редактор и, естественно, после этого планируется запустить портал в общий доступ, я уже говорил, на данный момент тратируется на радио более 270 коллективов, а всех о них у нас есть биография, то есть заполнить пространство в интернете мы можем буквально моментально, ну и, естественно, после этого обовести всеми возможными способами мы можем целевую аудиторию через социальные сети и лично самих музыкантов, которые включатся в проект уже есть заинтересованные ребята и в Комсомольске, и в Приморье и, естественно, создать вот эту вот единую информационную базу и привлечение добровольцев, которые будут редактировать материалы, в Комсомольске. Ну, поскольку это будет дословно. Вопросов нет. Правильно я понимаю, что вы за вот эти два дня сделали, поняли, что не так и решили, что надо делать по-другому? Ну, естественно, да. То есть, по сути дела, то, что вы нам показали, это не вариант? Вики не подходит для этого. Для этого нужен специалист, который подскажет нам что-то цели будет дальше. Я понимаю, что при помощи вот этого своего ресурса вы еще будете создавать какой-то архив музыкальный, то есть музыкальный портрет, да? Музыкальный портрет, да. Мы существуем в социальной сети ВКонтакте, то есть там выкладываются биографии, но, сами понимаете, там нет каталога, нам нужен каталог. То есть, чтобы человек зашел, скажем, к новым пальцам группу «Форс-мажор», прочитал про группу, что это вообще, как-то и... И записи там. Конечно. Знаете, я вот за видео здесь с таким скептиком, но сознательным. Вот я считаю, что искусство — это развлечение. Убедите меня, что в музыке есть социальное значение. Как вы это сделаете? Я элементарно это сделаю. Я изыму просто все mp3-файлы из вашего телефона, из ваших плееров, выключил у вас телевизор, и я не знаю, что вы будете делать. Вы как расслабляетесь? Ну, 2000 лет назад. Мне было... 2000 лет назад человек пел вместо того, чтобы говорить. Сначала было пение, а потом было слово. Спасибо. Спасибо. Планета. Планета Тайга. Планета Тайга. Планета Тайга. Здравствуйте. Меня зовут Егор. Я представляю компанию WebStudio. и я расскажу, как мы сделаем инсайт для общественного движения Планета Тайга. В чем заключалась проблематика? Было сообщество Планета Тайга, неравнодушных людей, энтузиастов, которые отправлялись в нашу дальневосточную тайгу путешествия после приключений и изведанного. В какой-то момент движение, вернее, сообщество переросло в движение, расширились цели, которые преследуются, появилась экологическая тематика, которая включена в сферу интересов движения. И те инструменты, которые использовались для этого, до этого, для социальной сети, YouTube, перестали удовлетворять. То есть, они разрозненные, не дают единые площадки, нет единой площадки для представления всей информации, которая в настоящий момент решения создает и инициирует. Вот мы взяли на себя задачу создать такой сайт, который объединит эти разрозненные каналы и позволит в одном месте получить всю информацию и, прежде всего, видеоконтент, на которой специализируется планета Тайга. То есть, это фильмы о путешествиях, подключениях на одной площадке. И совместно с планетой Тайга в рамках Хакатона проработана подробно структура сайта, подготовка протокол, разработан дизайн оформления страниц и проведена вверху программная сборка главной страницы сайта. Дальше. Ну, вот, собственно говоря, за Хакатон удалось проработать структуру, какие где будут располагаться страницы. Для своего решения мы используем бесплатную систему управления контентом WordPress. использовали и внедрили несколько опен-сорс решений собственных, которые позволяют систематизировать и работать с контентом. И прежде всего разработали интеграцию на сайте с видеопостингом YouTube. То есть это позволит публиковать на YouTube видеоконтент, то есть фильмы о приключениях путешествиях и они будут автоматически появляться в сайте. Можно посмотреть результат. Открывай вторую плач. Это уже главная страница сайта, где можно посмотреть ролики, познакомиться чуть подробнее с движением. И вот это решение интеграции видеоконтента с YouTube в рамках сайта оно масштабируемое, может быть использовано любым НКО в своей деятельности, то есть будь то видеоролики о пропавших животных, обращение к своим потенциальным спонсорам, инвесторам, ну то есть для любой заявленной тематики. спасибо. Я понимаю, что это не совсем к вам вопрос, но все-таки социальная составляющая в чем? Здравствуйте, уважаемые жюри, я участник движения «Планет Тайга» и социально составляющая движение «Планет Тайга». Давайте так, миссия движения, вот я ее могу озвучить, в первый день тоже это было сделано, миссия движения улучшать жизнь людей, позволяя им открыть для себя природу, историю Хабаровского края. Когда они ходят в путешествия, когда они смотрят фильмы, когда они участвуют в экологических, культурно-экологических акциях и когда их дети обучаются нашему образовательному проекте. Проект рассчитан на аудиторию достаточно широкую, то есть это и молодежная аудитория, которая заинтересована в том, чтобы исследовать дальневостокную, сфотографию. Проект рассчитан на аудиторию, которые реализуются образовательные программы. На базе чего? На базе чего? Школа «Планет Тайга» или школа «Планет Тайга» она существует на базе Центра дополнительного образования «Юность», где в качестве программы дополнительного образования ряд преподавателей ведут свои направления. В частности, я преподаю сценаристику, режиссуру вот эти вещи. Другой наш участник преподает операторское искусство, полный оператор. И на сайте получается... Это коммерческая деятельность для детей? Для детей это бесплатно. Это муниципальный проект, то есть это нам помогло администрации города. И еще чуть-чуть по социальной нагрузке я хочу сказать про самоидентификацию как цель движения нашего. Потому что много об этом говорим, немногие понимают, о чем идет речь. Самоидентификация, мы говорим о самоидентификации как дальневосточников, комсомольчан. Потому что сегодня для многих наших земляков, это не секрет, эти слова в лучшем случае ничего не значат, а в худшем означают только то, что надо валить поскорее всюду. Мы говорим о том, что с помощью того, как люди смотрят фильмы, ходят в эти места, узнают об истории, они видят прекрасные виды, они открывают для себя то, что на самом деле они даже и не знали об этом. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что человек приходит, смотрит и говорит, а я даже и не знал, что у нас такое есть. И вот здесь немножко он начинает себя самоидентифицировать с дальневосточником, с комсомольчан, жителем Хабаровского края. И мы считаем и надеемся на то, что это все-таки в перспективе будет снижать остроту проблемы оттока населения. Спасибо. Очень короткий вопрос. Экологическая составляющая у вас планируется? Она есть уже, она запрещена, и вот на сайте это ображена. Очень коротко проведены пять культурно-экологических фестивалей, когда вот на, допустим, Одераму, да, наши известные, приезжают люди и начинают там убирать. Но это не просто субботник, там также музыканты, там развлекательная программа, то есть людям это по кайфу, и плюс они еще вылезли два КАМАЗа мусора оттуда. Ну и так далее, да, уже сейчас не буду гуляться. Отлично. Спасибо. Коллеги, у нас еще один проект остался, книжки на дом. Проект, к сожалению, технологическое решение сегодня нашел. Тем не менее, хотел бы, чтобы они рассказали, на чем работали, к чему пришли. Хотел бы немножко сказать. Мы сутка надзаявились на Кокатон, да, посмотреть, что это такое. Книжки на дом, это чтение и рисование с детьми, с детских домов. Ну, для меня Ульха Кокатон был полезен тем, что, видимо, у нас очень много людей занимается вообще в городе. Много чем. И, ну, какие-то вот советы от менторов мы получили. Мы будем, ну, придумывать, что нам делать, потому что у нас больше сейчас вопросов, чем ответов. Это, наверное, хорошо. Спасибо.